Я руковожу развитием фабрики лояльности или loyalty plant, как ее называют на Западе, в России и в Европе. По большей части я отвечаю за разного рода стратегические соглашения, стратегические партнерства и прочее, и прочее. Поэтому я не очень хорошо осведомлен о всяких технических нюансах, которые могут быть интересны технарям. Заранее предупреждаю. Но в общем и целом наша сегодняшняя тема – это мобильная лояльность. Как стартап помог крупному бизнесу увеличить выручку? Скажите, пожалуйста, где можно слайд поменять на следующий? Собственно, о фабрике лояльности и о ее истории. В 2006 году наш основатель, назовем его молодым гением Василий Дьяченко, выиграл проходившее в США соревнование Intel ISF и заинтересовался предпринимательством и инновациями. В 2007 году его захантила Motorola в свой отдел Motorola Mobile Devices, где, работая со смартфонами, он заинтересовался, в общем, данной технологией и всем, что с ними связано. В 2009 году под впечатлением от Apple'овского App Store Василий осознал, что будущее мобильное приложение изменит мир и взаимодействие между клиентом и бизнесом выйдет на качественно новый уровень, который будет интересен и тем, и другим. В 2010 он собрал группу людей, студентов, по большей части, которые были заинтересованы примерно тем же, которые понимали, что за этими технологиями будущее, и они начали разрабатывать продукт. Прошло шесть лет. За шесть лет было сделано много-много пивотов, много-много усилий, было приложено развитие компании, компания сильно видоизменялась. И в 2016 году, в общем-то, был сделан качественный нарывок с выходом на европейский рынок. Пришел успех. Компания получила 6 миллионов долларов инвестиций для выхода на международные рынки. Сейчас, в 2017, фабрика лояльности насчитывает более 100 человек. Это является международной компанией, и все они, в общем-то, трудятся для того, чтобы бизнес мог взаимодействовать с клиентом наилучшим образом. Окей. Собственно, у компании некоторые факты. Сейчас в компании трудится 110 человек, ну, возможно, уже несколько больше. Конечных пользователей у нас более 10 миллионов. В общем и целом проекты выполняются в 11 странах. И компания получает некоторые международные премии, участвует в международных мероприятиях. И, в общем-то, выполняет эти проекты в 11 странах мира. За последние 6 лет мы выполнили более 580 проектов, и это число постоянно растет. Также мы часто участвуем в главных мероприятиях индустрии, в частности в США, где мы учимся чему-то новому и, в свою очередь, рассказываем о своем опыте. Так. Вот. Собственно, вот бренды, которые с нами работают. Это Burger King, KFC, Skyline Chili. Буквально недавно начал с нами сотрудничать. Pizza Hut, Hooters в России, French Fry Heaven, Balance, Азбука Вкуса и так далее. По мероприятиям нас можно лицезреть на NRA Show. Это National Restaurant Show, который был в 2016. И, в общем-то, мы там были и в 2017 году тоже. Разного рода издания публикуют. Там ничего нового. Все это можете увидеть на слайдах после презентации. И, собственно, из чего состоит наша платформа. Это мобильное приложение для конечных пользователей, которые пользователи скачивают себе на телефоны, в ресторанах или когда видят где-то рекламу. Из модулей, позволяющих модифицировать приложение так, чтобы решение наилучшим образом выполняло бизнес-задачи наших клиентов. CRM-системы, включающие инструменты для маркетинга и аналитики, что является критичным. Также мы выполняем интеграцию с постсистемами. Постсистемы – это point-of-sale системы, которые стоят в ресторанах типа ICO, UCS и прочие. Помимо этого мы предлагаем нашим клиентам персонального менеджера и техническую поддержку с шестилетним опытом работы. Это очень солидно на наш взгляд. Другими словами, фабрика лояльности – это не просто мобильное приложение для бизнеса. Это решение, помогающее строить бизнес на основе мобильного приложения, которое помогает достичь действительно впечатляющих результатов, то есть возврата инвестиций ROI, и при этом генерирует значительную выгоду и для клиентов данного бизнеса в том числе. Собственно, здесь некоторые возможности нашей платформы. Пожалуй, основными из них являются работа с аудиторией и анализ полученных данных. Это уникальная возможность, которая появилась именно в свете появления новых технологий. Потом запуск новых каналов продаж в приложении, увеличение выручки и построение True Loyalty, которые невозможно практически выполнить старыми средствами. Собственно, дальше переходим к механикам нашего продукта и к тому, как они решают бизнес-задачи крупных брендов. Допустим, у нас стояла задача по KFC привлечь гостей, и мы решили ее с помощью встроенной реферальной программы в приложении. Встроенная реферальная программа привлекла каждого пятого пользователя приложения. Из них 22% гостей, то есть 22% из всех гостей рекомендует наше приложение. За год мы получили 17 445 постов в соцсетях, то есть в том числе афишируемость приложения в соцсетях и афишируемость бренда в соцсетях растет. От каждой рекомендации в среднем мы получали по три установки, и один из них приходил в ресторан, непосредственно делал покупки, заказы. Собственно, на этом слайде у нас видно, как в кейсе Pizza Hut встроенная реферальная программа, встроенная в приложении реферальная программа помогла увеличить активность подписчиков в социальных сетях. Допустим, здесь видно, что в сентябре 2015 года, в октябре 2015 года их было менее 10 тысяч. В ноябре, когда мы запустили приложение, число скакнуло чуть за 20, и к июлю-августу 2016 года приближалось уже к 36-37 тысячам. В общем и целом в данном случае 15%, которые вот там вот написаны, это выручка, которую принесли компании люди, установившие приложение, благодаря именно непосредственно данной реферальной программе. Собственно, следующая механика для привлечения гостей – это подарок за установку. Она использовалась в кейсе KFC. Люди видели рекламу о том, что установите наше мобильное приложение и получите прыжок мороженого в подарок. И 8 из 10 пользователей используют подарок в первый визит. То есть они были заинтересованы установить приложение за достаточно маленькие расходы, непосредственно расходы на данный прыжок мороженого. Так. Дальше мы используем механику bounce-back coupon. Это в данном случае в кейсе KFC. Данная механика позволяет человеку получить какой-то оффер в течение какого-то ограниченного времени. То есть, допустим, человек посетил KFC и он получает оффер. Приходи вот к нам назад и получи бесплатный капучино в течение там 7 дней. Это работает. Каждый третий гость вернулся за бесплатным кофе, то есть около 27%. И прибавило, соответственно, полтора процента к выручке заведения. Дальше. Следующая механика – это поздравление гостей с днем рождения. Работает, в общем-то, автоматически. За 7 дней до того, как у гостя будет день рождения, о котором он, в свою очередь, извещает нас, когда устанавливает приложение, к нему начинает приходить первый, допустим, оффер. Допустим, добро пожаловать к нам, получи там такую-то скидку или там такой-то продукт бесплатно. В случае с Pizza Hut это принесло 24% конверсии и 2,1% к выручке благодаря данной компании. Дальше мы используем proximity marketing. Это схожее с, грубо говоря, гео-таргетированием. Допустим, человек заходит в ресторан, там KFC устанавливает приложение, потом он проходит мимо ресторана KFC, допустим, где-нибудь в галерее. Ему начинает, ну, там 200-500 метров, клиент сам настраивает, настраивает дистанцию, и ему начинает приходить, допустим, приглашение. Заходи к нам, получи там рожок мороженого в подарок. 22% посетителей ресторана после получения пуш-уведомления приходят и получают рожок. Рожок они могут получить вместе с покупкой. Соответственно, как обозначено, 0,34% выручки благодаря данной компании. Все эти компании в конечном итоге формируют продукт, формируют выручку заведения. Далее автоматический сбор клиентской базы через приложение. Для многих заведений, в том числе Hooters, это является критичным, потому как Hooters важно понимать, каким видом спорта увлекаются его посетители. По любимым видам спорта мы видим там футбол, хоккей, автоспорт и прочее. То есть, соответственно, рекламные компании будут приходить на основе того, что интересно непосредственно данному конкретному клиенту. И все, тут важный-важный момент, все это было собрано с одного ресторана и 12 тысяч костей. Дальше механика win-back campaign. В данном случае в кейсе с Pizza Hut показывает, сколько пользователей в конечном итоге возвращается после запуска компании в ресторан. из тех пользователей, которые долгое-долгое время там либо не были, либо не запускали приложение, не пользовались им. В кейсе с Pizza Hut это 10% конверсия компании, 16% к продажам вне компании по сравнению с периодом запаха компании. Дальше компания по возврату неактивных гостей от KFC. Это примерно та же механика. Гости, которые в KFC не заходили какое-то время, получали предложение. Добро пожаловать к нам, получите бесплатные крылышки. Наверняка многие из вас получали аналогичные приложения, значит, что пользовались нашей платформой. Конверсия 6,5%, увеличение продаж 35%, проникновение по продакциям 19%. Вот такая вот простая компания. Дальше несколько работ с ритейлом. В кейсе азбуки вкуса. В нашем случае это сервис доставки в приложении. То есть в приложение внедряется определенный модуль, который позволяет пользователям заказывать ту или иную еду в данном конкретном случае. И само собой этот модуль позволяет делать таргетированные компании. Например, в данном случае сладкий подарок в день рождения. Получите сладкое угощение в подарок при любом заказе в ваш день рождения или в течение 14 дней после него. 20% конверсии, 20% к среднему чеку. Также канал обратной связи. Это все входит в нашу, грубо говоря, экосистему. Мы позволяем пользователям оставлять отзывы, оставлять некоторые баллы заведению. И заведение тем самым может, грубо говоря, может понимать, насколько пользователям у них хорошо, стоит ли что-то исправить и так далее. Не нужно устанавливать каких-то отдельных приложений для этого. Все есть. За год мы получили 4277 оценок сервиса и 1178 отзывов с комментариями. Собственно, в кейсе спится хат. Тут показана динамика пользователей, которые приходили в первый раз и которые оставались. То есть на первом графике мы видим пользователей, которые приходят в первый раз. И далее мы видим, как снижается количество пользователей, которые пришли в первый раз. И на первом графике, соответственно, количество пользователей, которые приходят во второй, в третий раз и больше, оно увеличивается. То есть пользователи становятся более лояльны заведению, в которое они пришли. Здесь мы привели для примера кейс KFC. Мы взяли два примерно аналогичных заведения KFC. Оба они имели примерно одинаковый поток клиентов. В одном из них мы запустили приложение, в другом приложении не было запущено. То есть желтая стрелочка – это у нас выручка с ресторана мест мобильного приложения. И, соответственно, выручка ресторана, в котором запущено приложение до и после запуска. Это у нас синяя стрелочка. По-моему, здесь немножко перепутали стрелочки. Тем не менее, здесь видно, что в ресторане, в котором мы поставили мобильное приложение, в октябре 2015 года выручка начала расти и опережать заведение, которое раньше приносило примерно столько же. Ну, меня зовут Петр Осипов. Я уже говорил. И если есть какие-то вопросы, я готов на них постараться ответить. Слово по времени мы, видимо, вложились. Очень быстренько, да. Спасибо. Вопросы? Да. Честно говоря, цена варьируется очень сильно. То есть очень сильно. Зависит от количества ресторанов, от количества точек, от интегрируемых модулей. Вот. Но там в среднем где-то около 80-100 тысяч рублей. То есть именно фишка в том, что мы помогаем, по сути мы предоставляем полноценные решения вместо разработки своего индивидуального решения. За счет этого рестораны экономят просто колоссальные суммы денег. Вот. И это решение, само собой, уже представляет из себя все вот эти модули. А, да. Насколько мне известно, в России мы занимаем либо лидирующую, либо одну из лидирующих позиций в сегменте приложений, мобильных приложений лояльности. Само собой конкуренты есть, как в России, так и в Штатах. Вот. Но в Штатах мы сейчас очень плотно развиваемся. И вот, допустим, Skyline Chile – это далеко не маленькая сетка, там огромное количество заведений. Выходим на Enterprise. Вот. Поэтому, ну, могу предположить, что если вы будете выставлять приложение какого-либо заведения в России, с большой долей вероятности это будет наше приложение. Как минимум с большой долей вероятности. Еще вопросы? Да? Ну, KFC – это крайне интересный кейс сам по себе, но все зависит от того, насколько сильно его необходимо кастомизировать, насколько долго его необходимо тестировать там на каких-то определенных динамиках самого заведения. Все очень сильно зависит. Вот. Но предположим, что если мы берем какое-то маленькое заведение, которое более стандартизированное, там район трех точек, то это где-то район месяца-трех, насколько я правильно помню. Но это именно к технической стороне скорее вопрос, потому что действительно очень зависит. Я тут не могу ручаться за сроки. 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 Продолжение следует...